Всем привет, добро пожаловать на канал Невроза Мегаполиса. 2017 год наконец-то настал. Мы продолжаем снимать цикл лекций по неврозам, тревожно-фобическим расстройствам. Как обычно мне приходится снимать по ночам, потому что днём я загружен своей работой. Сегодня завтра понедельник, сегодня воскресенье, ночь, и я уже ночь понедельника. В общем-то я должен снять для вас ролик «Дела туалетные». Поговорим мы сегодня о синдроме раздражённого кишечника и о его терапии, в том числе о запровождающихся навязчивостях и фобических конструкциях. На самом деле синдром раздражённого кишечника или фобии, сопровождающие дела туалетные, недостаточно частое явление в кабинете психотерапевта и у вашего покорного услуги уж точно. Сегодня я хочу вам поподробнее рассказать о происхождении данного симптома и о самой терапии, но и самое главное о том, что стоит за данной проблемой, потому что просто говорить вам о том, что синдром раздражённого кишечника, проще говоря, диарея и дисфункция кишечника, это симптом ВСД, это слишком банально, примитивно и мне так неинтересно. Поэтому говорить про ВСД и панические атаки я не буду, потому что мне это очень, как бы уже, как вам сказать, по большому-то счёту скучно и немножко примитивно. Поэтому мы будем говорить сегодня об синдроме раздражённого кишечника и о навязчивых мыслях о делах туалетных, как о классификации неврозов, как о самих примерах. То есть я буду приводить пример своих клиентов, примеры, примеры достаточно типичные, поэтому многие могут себя узнать. Давайте начнём с того, что такое диарея. И вообще, почему синдром раздражённого кишечника и вообще дисфункция кишечника часто сопровождают неврозы. Давайте сразу оговорюсь. Диарея или синдром раздражённого кишечника, это не симптом вегетососудистой дистонии. Дисфункция кишечника, если она установлена психологического генеза, он может называться невроз кишечника, может называться синдром раздражённого кишечника. Часто вы слышали, что это от нервов. Так вот, вегетососудистая дистония здесь не при чём, и в принципе этого никогда не было при чём-то. Потому что синдром раздражённого кишечника или диарея, психогенной природы, связана с повышенным состоянием тревожности. Когда животное всегда находилось в состоянии испуга или тревоги, оно спасалось бегством, собственно говоря. Какие-то животные убегали, какие-то животные замирали. В общем, вся эта природная байда. По большому счёту кишечник может отдавать воду, а может всасывать воду. Вот если кишечник всасывает воду, то у нас получаются с вами запоры. Если кишечник воду отдаёт в большом количестве, у нас вымывается содержимое кишечника. Это инстинктивный такой рефлекс природный, чтобы освободить кишечник, и животное быстрее побежало, чтобы спасти свою жизнь. Соответственно, зная вот эту психофизиологию природы, мы понимаем, что диарея психогенной природы или синдром раздражённого кишечника у вас и образуется в местах скопления народу, или перед тем, как вы куда-то пойдёте, или в публичных выступлениях, или на экзаменах. Именно почему? Потому что вы тревожитесь, потому что вы интерпретируете ситуацию как угрожающую. Но не всегда понимаете, что вы интерпретируете её как угрожающую. Вам казалось бы, что такого? Почему у меня по туалетам носят? На самом деле вы не представляете, что вы бессознательно, автоматическими мыслями интерпретируете своё поведение или предстоящие события как угрожающее, социально угрожающее в виде стыда, либо угрожающее в виде провала, либо какой-то катастрофы, чужого мнения и так далее. Давайте поподробнее разберёмся, какие бывают неврозы кишечника, и какие бывают с этим связаны фобии и проблемы. Итак, мы поговорили о том, что синдром раздражённого кишечника, а именно сама диарея – это природный инстинктивный рефлекс. Отдавать воду, чтобы вымыть содержание кишечника и спастись, в кавычках, спасти свою жизнь. Это природный инстинкт от животных. Но мы с вами всё-таки люди осознанные, хотя по большому счёту далеко мы не ушли. Так вот, сейчас я поговорю о трёх основных элементах, которые встречаются в кабинете психотерапевта. Первый элемент, когда клиент жалуется, или первый вариант, скажем такой, самый простой, это когда клиент жалуется на то, что у него просто возникает диарея. У него просто постоянно расстройство кишечника. Здесь нету каких-то фобических конструкций, просто одна из жалоб в перечне – есть именно кишечник. Конечно, мы начинаем дифференциальную диагностику кишечника, у нас колоноскопии, у нас эндоскопические исследования. Проще говоря, гастроэнтеролог должны исследовать ваш кишечник на предмет отсутствия новообразования, отсутствия язв и отсутствия прочих онкологических и морфологических проблем с кишечником. Если у вас нету проблем по тому классу, который я перечислил, то мы можем говорить о том, что можно радоваться у вас дисфункцией о кишечниках. То есть, сам кишечник не повреждён, но есть некая дисфункция. Дисфункция – это нарушение функции. То есть, у нас вымывается излишним количеством воды содержимое, потому что вы находитесь в постоянной тревоге. А вот что за тревога, сейчас я об этом вам расскажу. Так вот, какие бывают основные тревожные элементы? Их на самом деле кажется много, но их можно классифицировать всего лишь на два варианта. Я вам приведу пример двух своих клиентов, которые имеют стандартные жалобы по этому вопросу, именно с фабическими конструкциями, чтобы вы поняли, что происходит. Кстати говоря, давайте вернёмся к первому варианту по поводу того, когда у человека есть просто жалоба на кишечник, а просто жалоба на синдром раздражённого кишечника. Конечно же, здесь лечить саму диарию, если это психогенная природа, не получится. То есть, вы можете упиться каких-нибудь тромашек, упиться каких-нибудь бифидобактерий. Если вы находите состояние тревоги, стресса и переживания, не будет эффективной терапия самого кишечника. Бифидобактерии будут торжественно вылетать так же, как они у вас зашли. Поэтому запомните раз и навсегда. Диарея психогенная или синдром раздражённого кишечника это последствия. Последствия тревожного расстройства. Вот здесь понятно? То есть, синдром раздражённого кишечника лечить невозможно симптоматически. Его можно лечить только посредством коррекции эмоционального фона пациента. Конечно, мы можем говорить о том, что тут лучше применять щадящую диету, протёртая, неострая, потому что кишечник может быть воспалён. Тут надо опять же отталкиваться от дифференциального обследования, воспалён ли кишечник, воспалён ли желудочно-кишечный тракт в целом, какие есть язвы, есть ли гастрит и прочие воспалительные заболевания. Если в принципе это есть, то, конечно же, вам назначат щадящую диету, щадящие какие-то неострые, несолёные и так далее и тому подобное. Но мы сейчас об этом говорить не будем. Поэтому сам по себе кишечник лечить не получится. Придётся настраиваться на терапию исключительно эмоционального фона. Так вот, давайте перейдём к двум моим клиентам. Это очень интересный момент на самом деле. Жалобы клиентов именно в фобической конструкции можно разделить на два интересных аспекта. Первый аспект – это стыд, а второй аспект более забавный, сейчас вы об этом узнаете. Значит, по поводу стыда. Есть клиенты, которые имеют такую тревожную составляющую, что если они куда-то пойдут, их приспичат в туалет, то они не добегут. И у них рисуются картины, как это всё вырывается, у них штаны, штаны, значит, мокнет, всё это воняет, всё это на них пальцем показывают и так далее. Вот именно такой воздушный замок из фантазии создаёт очень сильную тревожность. И тут круг замыкается. Смотрите, как это выглядит. Вы сидите дома, всё хорошо, и вам надо куда-то ехать. Вы думаете, блин, а если я не добегу до туалета? У меня же постоянная диарея. А если я не добегу? А если я намочу штаны? А если будет так-то? Это же ужасно. А если это случится? Какой кошмар? Куда же побежать? Карту туалетов? Или как я пойду? А если туалет будет закрыт? Какой кошмар! Именно таким мыслительным процессом вы создаёте уже тревогу. И выходя куда-то, вы, естественно, будете чувствовать вегетативное напряжение вашего кишечника с отдачей воды, и пойдёте в тот самый туалет с диареей, потому что вы уже себя тревожили ожиданием самого, самой диареи. Уловили цепочку? То есть, на самом деле, диарея, как и паническая атака, уже функционирует в данном случае от тревоги за то, что вы захотите в туалет. Понимаете, какая интересная штучка? Вот. Как это корректируется? Корректируется это следующим образом. Мы с вами должны научиться, ну, сейчас я об этом чуть попозже говорю, корректируется это, опять же, психологическим воздействием, то бишь, эмоциональной коррекцией когнитинопоеденческой психотерапии. Но сейчас я хочу интересную тоже рассказать фабическую конструкцию. Помимо того, что человек уже ожидает самого процесса диареи и создаёт тревогу, тут возникает ещё вопрос стыда. Например, вам может быть страшно сходить в туалет в каком-нибудь публичном месте, потому что это услышат. Или, например, вы просто фантазируете о том, что вы не добежите до туалета. Либо вас услышат, и это будет стыд, либо вы просто не добежите. А теперь самое интересное. Что же кроется под такими неврозами? Многие люди скажут, ну, диарея, диарея. Человек тревожится за то, что у него будет диарея. Так-то это так. Я сам только что это сказал, что человек тревожится, что у него будет диарея. Но с чего-то же всё-таки это началось? Началось. Рассказываю свой опыт, рассказываю свою практику. Как правило, в 98 случаях из 100 под всей этой симптоматикой кроется неуверенность в себе и очень сильный комплекс неполноценностей. Да-да, не удивляйтесь, я расскажу сейчас поподробнее. Суть заключается в том, что на самом деле страх не добежать до туалета, это неуверенность в себе. Точно такой же страх сойти с ума. Неуверенность в себе. Метафора «я не справлюсь». Я боюсь, что я не справлюсь. Это и есть тот самый главный страх, который кроется внутри наших пациентов в этом смысле. А уже потом, как я не справлюсь, начинает крепиться на различные фантазии. Или, может быть, я не справлюсь на бегу до туалета, может быть, я не справлюсь и что-то сделаю, какой-то поступок с ножами или ещё что-то. Может, я не справлюсь и причиню кому-то вред, а может, я вообще с собой что-то сделаю. В целом, эта метафора «я боюсь не справиться». Вот это понятно? Запомните. «Я боюсь не справиться» равно сильное напряжение. Сильное напряжение выходит в фабические конструкции. «Я не добегу до туалета», «Я сойду с ума», «Я причиню вред» и так далее. Это ясно? Прекрасно. Теперь, что стоит ещё глубже этой истории? Как правило, изучая глубоко своих пациентов, несложно уловить интересный момент, что эти люди стали бояться не справиться в двух аспектах, в двух вариантах. Либо у человека всё было в порядке, но он в какой-то момент потерял опору, например, у него был родственник или был кто-то, кто помогал ему в жизни, и вдруг в какой-то момент этот родственник или кто-то вылетел из его жизни, и человек поимел страх, что он не справится в целом, и начались такие фабические проблемы. Ну, например, жила-была девушка, что-то случилось, ушёл человек из её жизни, на которого она возлагала большие надежды и ожидания, у неё поднялся страх, что она не справится в целом в жизни, этот страх соматизировал кишечник и психо-дегетатику, у неё началась диарея по поводу её беспокойства, что она не справится в целом, она начала думать об этой диарее, что, блин, что-то меня постоянно несёт, и вот тут начинаются фабические конструкции. А вдруг я не справлюсь, наобегу в туалет, у меня уже постоянно понос. А вдруг я не справлюсь, это всё услышат. Какой кошмар. Вот это понятно. И это первый аспект, что человек потерял опору психологическую. Как правило, это пациенты, которые с детства не стоят крепко на ногах. За них решают всё родители, мамы за них решают, папы за них решают, потом это мужья или жёны. В общем, это дети, которые не встали крепко на ноги. И терапия таких пациентов, конечно, занимает время, и она достаточно глубокая и фундаментальная. Это воспитание фундаментальных основ уверенности в себе со шаг за шагом то, что мы делаем в нашем консультировании, в нашей терапии. Понятно, что за этим стоит. Ну и второй аспект, который тоже встречается в кабинетах консультантов и психотерапевтов, это просто банальная эмоция стыда, что я боюсь, что меня услышат, я боюсь, что меня будут урчать в желудке, и это услышат, я боюсь, что обо мне подумают, я боюсь, что я буду в туалете, и это услышат мои коллеги по работе, еще кто-то. И здесь как раз просто эмоция стыда, которая корректируется, тоже когнитивно-поглинической терапией. Здесь фундаментальная задача дать себе право на собственную физиологию и не видеть в этом ничего ужасного. Даже если тебя услышат, и кто-то похихикает, имею ли я право на собственную физиологию. Как правило, наши клиенты говорят, в кавычках «нет» не имею, потому что я, опять же, какая-то не такая. Или, например, говорят примерно так, я должна выглядеть все время идеально, я должна какать мармеладками, писать буратино, и это перфекционизм, безусловно. То есть, девочка надевает на себя такую маску очень эффектной, уверенной в себе девушки, но на самом деле она боится издать звуки в туалете, потому что они, как бы, ее репутацию-то подмочат. Она же у нас не может, соответственно, этого делать, а это и создает ту самую тревогу. Одно за другое круг замкнулся. То есть, девочки, мальчики, снимаете маски Бэтменов и всяких там героев, зен-королев-воинов, вы имеете право писать, вы имеете право какать, вы имеете право на свою диарею, вы имеете право отравиться, вы имеете право блевануть, вы имеете, по большому счету, право на собственную физиологию, как и все люди на Земле. И если кто-то посмеется над тобой или кому-то покажется это странным, ну, такое бывает. Ты можешь блевануть в метро, сказать, упс, сори, бывает. Если кто-то подумает, что ты там какой-то странный, ну, такое бывает, ну, всякое случается. Ты съел некачественную еду, или ты беременна, или еще что-то. К тому же, откуда ты знаешь, что не подумает, может кто-то тебе посочувствует, может кому-то будет неприятно, но он это забудет через 20 минут. Все. Поэтому давайте подытожим. Итак, первое, запоминайте. Сама по себе диарея, это дисфункция кишечника, наследована нами от природы. Вода вымывает содержимое кишечника, чтобы животное спаслось во время угрозы. Второе, угрозу создаете вы своими мыслями, беспокоя себя, какими-то фантазиями о том, что случится вдруг, и так далее. Третье, чаще всего за этим стоит неуверенность в себе, то есть, это УКР-конструкция. Я очень сильно неуверен в себе, я очень сильно боюсь потерять лицо, я очень сильно боюсь не справиться, и на это крепится конструкция, не добежать до туалета, сойти с ума, что-то с собой сделать, и так далее. И последнее, это история перфекционизма, где вы не даете себе право на собственную физиологию, где вы считаете, что у вас все должно быть идеально, и никто не должен о вас подумать плохо, и вы опозоритесь, если кто-то услышит какие-то звуки. Задача вашей терапии, еще раз говорю, это работать над самооценкой, над уверенностью в себе. В ряде случаев мне приходится заниматься с клиентами, фактически развивая их, потому что родители, к сожалению, не занимались тем, что как вам сказать, это корректно, корректно это сказать примерно так. родители создали такую парниковую воспитательную базу или среду, а потом этот парник слетел, и животные, конечно, в шоке, потому что родители не надо воспитывать парниковых детей, не надо воспитывать парниковое поколение, им будет очень-очень тяжело. И они найдут кучу вторичных выгод симптомов, а очень часто у моих клиентов диарея не просто это дисфункция, а часто в терапии диарея является оправдательным, бессознательным механизмом избегания социума, потому что в социуме человек неадаптивен, его родители не научили как в социуме себя вести, как в социуме быть эффективным, и этот человек говорит, ну как же я буду в социуме жить, у меня же диарея, конечно, поэтому я ограничу свои полномочия, свои ответственности и так далее. То есть вторичная выгода симптома здесь является уход от ответственности, уход от социума, уход от какой-то жизнедеятельности, потому что не научили, потому что не воспитали, потому что воспитали растения. И нам приходится это корректировать. Я надеюсь, я очень коротко объяснил вам вкратце, что стоит в глубоком понимании невроза кишечника, теперь вы будете более осведомлены и более образованы. Спасибо вам за внимание, подписывайтесь, ставьте лайки, скоро будет много интересного, год ожидается очень-очень плодотворным. Ваш Алексей Красиков, невроза Мегаполис, увидимся, до встречи, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова